Я Александр Тэн. Готовился на все столы. Готов только к победе. Своим соперникам хочу пожелать удачи, ведь им будет нелегко. Это финал, и я вступать не намерен. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я Кирилл Никокошев. Это финал. Я хочу убрать у славы. Никаких эмоций. Только я, ритм и победа. ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Итак, первый поединок сегодняшнего вечера. Александр Тен против Кирилла Никокошева. Оба спортсмена представляют Украину. Александр Тен из Полтавы. 20-летний парень. Проигрывал он Виталию Леснику. Выигрывал у еще одного представителя сегодняшней четверки. В весовой категории до 60 килограммов. У Станислава Захарченко. И все свои бои Александр Тен провел в рамках серии W5. Но отдельно пару слов для того, чтобы уже войти в градус сегодняшнего турнира. Сегодня финалы селекции. Победители четверок в трех весовых категориях до 60, до 66 и до 72,5 килограммов получат право сразиться за звание чемпионов мира W5 в своих весовых категориях. И чемпионские поединки пройдут в Братиславе. Сейчас полуфиналы в категории до 60 килограммов. И первая схватка начинается. Александр Тен против Кирилла Никокошева. Второй поединок состоится между Виталием Лесником и Станиславом Захарченко. Оба парня молодые, оба перспективные. И сейчас, ну, пожалуй, сыграет роль, кто лучше готов именно сегодня, кто больше заряжен на борьбу. И в то же время кому удастся сохранить холодную голову и не позволить эмоциям захлестнуть себя и повлиять как-то на результат этого поединка. В плохом, конечно же, смысле. Никокошев из Харькова, 26 лет ему. Последний его поединок – это поражение от Виталия Лесника. Так что и у Александра Тена, и у Кирилла Никокошева есть возможность в случае победы сегодня попробовать взять реванш у Виталия, который, кстати, является действующим чемпионом мира W5 в данной весовой категории. Вот как раз в том случае, если он выиграет сегодняшнюю четверку, что произойдет? Ведь не может же он биться за чемпионский титул самим собой. Об этом у нас сегодня будет возможность, об этом и о многом другом, пообщаться с президентом всемирной серии кикбоксинга W5 Сергеем Чепиногой, который присоединится к нам позже. Все, внимание в ринг. Чуть более полутора минут остается до окончания первого раунда. Здесь трехраундовая система. В гран-при раунды длятся по три минуты. Сейчас достаточно равный бой мы наблюдаем. Обоих соперников устраивает дистанция средняя. Примерно схожий технический арсенал один демонстрирует. Темп невысокий. В корпус сейчас Александр Тенн с разворота очень мощно пробивает. Кирилл Никакошев активно использует лоу-кики, миддл-кики с опеих сторон. Оба спортсмена грамотно работают по корпусу друг друга. И видно, что как раз вот эта средняя дистанция, на которой протекает поединок, является излюбленной и для того, и для другого. Но это, в свою очередь, играет хорошую роль в зрелищности этого боя. Потому что нет так называемых обнимашек или обнималок, когда один спортсмен любит длинную дистанцию, другой пытается продраться на более короткую. Соответственно, у нас такое бодрое рубилово наблюдается в этом первом раунде. Падает Александр Тенн, но происходит это падение из клинча. Пытается Тенн входить на удобную себе дистанцию. Сейчас без нанесения ударов. И соперник по нему все чаще и чаще отрабатывает. Очень сложно сказать, кому же этот раунд достанется. Скорее всего, определится все в следующих трех минутках. Ну, пожалуй, больше всего запомнилось из первого раунда. Вот та самая вертушка в исполнении Александра Тена. А так, в целом, очень равный поединок. Повторюсь еще раз. Посмотрим повторы перерыва между раундами. И продолжится этот турнир. Напомню вам, что во втором поединке, во втором полуфинале Виталий Лесняк, действующий чемпион против Станислава Захарченко, будет биться. Да, в результате такой подсечки упал Александр Тенн. В лучших стилях тайского бокса как раз показал этот технический элемент Кирилл Никакошев. Смотрим статистику. Немного больше ударов выбросил Никакошев. Также он точнее. 9 попаданий, судя по статистическим показателям. Но у Александра Тена 7 попаданий. Так что здесь, по большому счету, равенство. Ведь неизвестно, сколько ударов насчитали судьи. Жестко встречает Никакошев Тена. В атаке Александр. Навстречу бьет левым прямым. Достаточно болезненное попадание. Идут спортсмены в размен. Тем не менее, достаточно аккуратно они защищаются оба. Левый боковой сейчас попадает Тен. Но пока что не было еще ни одного удара, который мог бы претендовать на звание такого потрясающего, не в смысле красоты, а в смысле того, что потряс он соперника. Оба парня в работе. Оба хорошо себя чувствуют. Прекрасно понимают, что происходит. Но вот, пожалуй, за счет большего количества ударов Кирилл Никакошев все-таки жертвует силой. Не так вкладывается он в свои выстрелы, как делает этот Александр Тен. Бьет Александр реже, но в то же время мощнее. На руках, судя по всему, второй раунд решил проводить Кирилл. Но вот и сразу же, как будто он услышал меня. И такие серии болезненных, достаточно лоу-киков по внутренней стороне левой ноги Александра Тена прошла. Полторы минуты до окончания второго раунда. И по-прежнему поединок равный. В правой прямой дважды попадает Кирилл. Вот постепенно забирает инициативу, забирает пространство Кирилл Никакошев. Больше он двигается навстречу сопернику, больше атакует. Ну а Александр Тен пытается встречать с переменным, конечно, успехом. Сейчас левый миддл-кик и сразу по печени попадает Кирилл Никакошев. Бой на Александру Тену, но и решил он поменять тактику. Взрывается теперь Александр. На встречных курсах проходит сейчас этот поединок. Вновь размен лоу-киками. Правый боковой попадает Тен и левый миддл-кик опять в область печени. Уже не первый раз проверяет Кирилл Александр в этом направлении. Кирилл продолжает идти вперед, но вот такая определенная аритмия наблюдается в действиях Александра Тена. То отпускает он своего соперника, отдает ему инициативу, то начинает контратаковать. Взрывается, напарывается на фронт-кик в область желота сейчас Александр Тен. И заканчивается второй раунд. Темп обзинтили соперники. Очень зрелищный поединок мы наблюдаем. И видно, что и тот, и другой абсолютно уверены в том, что победа, возможно, победа не должна ускользнуть из их рук. Ну и сейчас, после того, как разберутся полуфиналисты весовой категории до 60 кг, последуют схватки категории до 66 и 72. И затем у нас будет чередование. Один финал, один супербой. Сначала финал в категории до 60 кг. Затем супербой Михаил Тютерев против Фабиана Гондорфа. Затем финал 66 кг. И супербой Энрихо Гагохи против Уоррена Стивелманса. Финал 72,5 кг. И главный бой вечера за титул чемпиона Дома Уфа. В абсолютной весовой категории Андерсон Силва Сергей Харитонов. Третий решающий раунд. Да, жестче, жестче бьет Александр Тен. И сейчас, после такого мгновенного клинча, падает на стил Кирилл Никокошев. Судя по всему, попадание было в область паха. Спрашивают рефери, готов ли Кирилл Никокошев продолжить схватку. Все в порядке, серьезных повреждений не было. Ну и все, наращивает и наращивает собственную огневую мощь Александр Тен. Действует он очень жестко. Даже вот смотрите, сейчас, казалось бы, левый боковой практически без замаха. Но входит он в защиту Кирилла Никокошева. Так что отшатывается буквально назад боец в белых перчатках. Вновь серия лоу-киков от Александра Тена. Сейчас необходимо собрать всю волю в кулак и продемонстрировать все, на что способен. Попадание правой прямой сейчас вновь Александр Тен. Пожалуй, что начало третьего раунда все-таки Александр выигрывает. Смотрится он явно мощнее. Еще один правый боковой. И рефери делает замечание устной Александру, чтобы не бил он открытой перчаткой. Сейчас такая курьезная ситуация. Какие-то претензии начал Александр предъявлять Кириллу. И рефери отреагировал абсолютно адекватно. Сказал, что надо продолжать поединок, не останавливаться. Рассечение у Кирилла. И такая могучая серия попадает там в правый хай-кик Александр Тен. Остается минута, даже чуть меньше уже до окончания третьего раунда. И, пожалуй, на мой субъективный взгляд, Александр этот третий раунд пока что забирает. Устал Кирилл. Ну, во всяком случае, у Кирилла Никакошева и по взгляду, и по дыханию чувствуется эта усталость больше. Возможно, Александр также у Александра сил осталось не очень много. Видим, что в пустоту улетает бэк-тест Кирилла. И подсечка, в результате которой на конвасе оказывается Кирилл Никакошев. Очередная вертушка. И правый боковой уже не раз находит свою цель после удара Александра Тена. Последние 10 секунд третьего рауна. Еще один миддл-кик. Больше бил, больше попадал. Был жестче Александр Тен в этом третьем раунде. И сбрасывает он руки вверх, как бы предвещая, предваряя свою собственную победу. Блестяще провел третий раунд. Посмотрим, конечно, подождем официальное решение судей. Но что-то подсказывает мне, что именно 20-летний житель Полтавы попадает в финал. Смотрим статистику. 30 на 20. Именно такое соотношение. Именно ударов ногами. 27 на 20, если я не ошибаюсь. Ударов руками. Ну, в общем, в тотальном смысле, в таком генеральном отношении, стратегическом. Александр Тен своего соперника превзошел. Все готово к объявлению результата. Слушаем. Вы победитель. По единственной обещанию. И пойдет в финал. Из-за раунда. Александр Тен. Абсолютно заслуженная победа Александра Тена. И с чем мы его поздравляем? Ждем теперь второго поединка. Виталий Лесняк, Станислав Захарченко. Кто же будет соперником Александра Тена в финале? Перевел. Павец. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok